Как обстоят дела в Балаклее в эти минуты, спросим у Станислава Кухарчука, он с нами на прямой связи. Стас, добрый вечер, слышны ли в городе взрывы до сих пор? Добрый вечер, Татьяна. Думаю, что ситуацию на складе уже можно назвать относительно контролируемой. Военным удалось не только локализовать пожарную и потушить огонь, хотя по одиночной, одинокие взрывы на складе все-таки доносятся, их отчетливо слышно и даже видно. Это в первую очередь связано с тлением под завалами, которые сейчас пытаются расчистить при помощи тяжелой техники. Деякие завали щитлюют и, власне, выбухи, которые мы иногда слышим, они, власне, отбываются там. Гасится все водой и вода, ну, через высокую температуру, она не встегает туда, навіть, потрапивая, она выпоровывается. Проблем с разлетевшимися боеприпасами у военных не меньше, чем с самим арсеналом. Важно также сказать, что населенные пункты и поля в радиусе двух километров буквально усеяны неразорвавшимися снарядами, зарядами для РСЗО. Сегодня пиротехники ГСЧС начали понемногу их вывозить, но вот, как говорят сами саперы, это может занять даже не один месяц. Помощь в разминировании арсенала уже готовы оказать партнеры Украины. Вот как сегодня, ближе к вечеру, заявили в Харьковской облгосадминистрации, специалисты НАТО уже понемногу начали пребывать в Балаклею. Такие новости у нас на эту минуту. Татьяна. Спасибо, Стас. Это был наш корреспондент Станислав Кухарчук с последней информацией с Балаклеем. Продолжение следует...